На этой неделе оперативное совещание Переносили всего один раз и то на два часа Видимо не только нам с вами тяжело просыпаться по утрам в понедельник Ради Фаритович тоже человек и немножко пришлось подождать начало оперативного совещания Начал Хабиров бодренько и с любимого А именно с индекса промышленного производства Который по утверждению Хабирова в 22 году в Башкортостане составил аж 102,7% Напомним на минуточку, что в предыдущем 21 году он составлял 107,9% То есть рост промышленного производства за прошлый год в Башкортостане снизился на 5,2% Тем не менее Ради Фаритович охарактеризовал 22 год как очень хороший показатель Индекс промышленного производства за 2022 год в нашей республике составил 102,7% Это очень хороший показатель, могу вам сказать Буквально он сказал про индекс промышленного производства 2022 года, что это очень хороший показатель Что ему об этом подсказало, я так и не понял Может быть то, что среднероссийский показатель индекса промышленного производства Ушел в минус и составил 99,4%, то есть это был уже не рост, а абсолютное падение А мы тут в Башкирии все еще что-то производим Возможно, поэтому Ради Фаритович исповедует такой оптимистический подход к этому показателю Ну, он использовал всякие такие мягенькие выражения Снижение и умеренные темпы роста отраслей экономики, ну и так далее Мы знаем вот эти вот уловки последних лет, там отрицательный рост, там и прочие вот такие вот штуки наших пропагандистов В общем, Хабиров все еще продолжает настаивать, что 2,7% роста это очень хороший показатель Неопределенно, я бы даже сказал, тревожно отозвался в своем вступительном слое Хабиров о строительстве восточного выезда Отметил, что уже появились серьезные проблемы с финансированием Раздраженно напомнил Мавлиеву, что строительство выезда с улицы Галля к восточному выезду Это, в общем-то, зона ответственности городоначальника И, судя по всему, наш полумэр уже провалил это задание Александр Владимирович, Вас серьезно предупреждаю обоих Вот, во-первых, Вы посчитайте, как заработают Но Галля, соединение Галля и проспекта, соответственно, мы должны это сделать Вот, поэтому я прошу на это обратить самое серьезное внимание Завершая свое вступительное слово к оперативному совещанию Хабиров строго сообщил главам сельскохозяйственных районов о том, что он теперь лично покровительствует некой группе компаний Черкизова Назвав их своими лучшими партнерами и конструктивными бизнесменами В общем, Хабиров рассыпался в похвалах В 2019 году на Питерском форуме мы встречались Я все его зазывал, что приезжайте к нам, приезжайте У нас и мясо есть, и возможности есть, и трудовые ресурсы Вот, они очень долго приглядывались Они зашли в нашу республику, купили ряд активов русского зерна И сейчас мы имеем дело с очень серьезным, компетентным партнером Я вот глав муниципалитетов, на территории которых расположены предприятия Черкизова Я прошу оказывать им полное содействие Чувствовалось, что Черкизова теперь действительно партнер Хабирова Остается понять, насколько это Черкизова будет партнером оставшихся жителей республики Башкортостан Или это личное партнерство губернатора Ну и естественно поговорили о гуманитарных конвоях Хабиров опять потребовал, чтобы... Ну я прошу вновь все согласовывать, соответственно, с Азат Шамильевичем И тогда все будет в кассу попадать Ну понятно, Азат Шамильевич это тот самый Азат-солдат Который сидит сейчас на распределении продуктов питания и материальных ценностей Там где-то поблизости от Донецка Мы, конечно же, понимаем, что это была грандиозная оговорка по Фрейду Вот про эту кассу Но все-таки хотелось бы понять Что это за касса такая Где она расположена И сколько уже там накопилось в этой замечательной кассе ради Фаритовича Через которую все должно идти Ну, не может удержаться, видимо, в подсознании Хабирова То, что там плещется и бьется И вот оно время от времени прорывает снаружи В общем, запомним эти слова Все должно идти через кассу В этот раз даже Хабиров не смог придумать название для доклада про Чайковской И просто махнул рукой Пожалуйста, Елена Анатольевна Переходим к повестке Пожалуйста, Елена Анатольевна Список проблем, которые беспокоили население Республики Башкортостан В последнюю неделю Не блистал оригинальностью Собственно, ничего нового Прочаковская утверждает, что проблемы ЖКХ Отошли на второе место А на первое место вернулись дороги На третьем благоустройство На четвертом медицина Которая поднялась, кстати говоря, слегка в этом рейтинге Далее идет социальное обслуживание Общественный транспорт Образование Мобилизация Строительства И экология Набор, как известно, привычный По словам про Чайковской Которая как будто бы анализировала обращения граждан Граждане все еще Как-то наивно негодуют По поводу уборки декабрьского снега Ну, позвольте, на дворе уже февраль А декабрьский снег все еще не убрали Не пора ли вам успокоиться, дорогие граждане Несмотря на то, что Мавлиеву удалось убрать снег на улице Зорге И более-менее очистить его на проспекте Октября На остальных улицах, между дворовых проездах И во дворах особенно, конечно, творится адский ад Снег уже превратился в стабильный лед Который, в принципе, никакой техникой не уберешь Нужно только взрывать Хуже всех, по мнению Прочаковской, Кировский район города Уфы Там максимальное количество жалоб По-прежнему на первой позиции остается по жалобам жителей Кировский район И замыкает Орженькизовский район Елена Анатольевна, конечно, об этом никогда не расскажет Но мы-то получаем сообщения и жалобы от жителей и зрителей по-настоящему А не как Прочаковская И вот я бы хотел отметить и дополнить доклад Елены Анатольевны тем, что Множится жалобы на незаконные свалки снега Снег вывозят по берегам рек Снег вывозят там всякие укромные пустыри И пустующие площадки Но мы же должны знать Если кто-то забыл, то Городской снег Вот этот в перемешку с грязью, гарью, пылью Это вообще-то по классификации промышленные отходы четвертого класса опасности И просто так сваливать в кучу снег где-нибудь сбоку или на берегу реки Законом и экологическими нормами категорически запрещается Вот сейчас самый сезон И мы призываем наших зрителей и подписчиков Присылать нам фотографии и адреса этих незаконных свалок снега Мы попытаемся проанализировать эту ситуацию Выслушав доклад про Чаковской Хабиров как-то вяло сообщил Мавлееву Который присутствовал в зале О том, что сильных снегопадов пока нет И есть возможность поправиться У вас пока как раз хороший период Обильных снегопадов пока нет Вот есть возможность поправиться Ну, прямо скажем, что сильных снегопадов Не было с декабря месяца Таких регулярных, длинных и обильных То, что мы видим на улицах Это в основном декабрьский снег И вот это на самом деле отличает Мавлеева от остальных мэров Уфы, которых мы можем припомнить Что он не просто его не убирает снег Он не убирает этот снег месяцами Каким бы скверным мэром не был Елалов или его последователи Но таких темпов уборок снега мы не припоминаем Потому что их на самом деле не было Мавлеев реально исповедует версию того Что убирать снег не нужно Он сам растает Кроме всего прочего Хабиров, видимо, не в курсе последних планов Ратмира Рафиловича О том, чтобы все-таки достроить Слингоплавильный завод На улице Сагита Агиша Он его обещает достроить к марту месяцу Ну, март не март, как говорится А в апреле запустят И логический вопрос Если сейчас начинать убирать снег и лед Уфея, вывозить его куда-нибудь И там складывать То что же будет плавить в апреле Снегоплавильный завод Мавлеев На чем он сможет заработать Где будут те контракты Вообще-то по-хорошему в апреле уже снега не должно быть Но судя по всему Мэрия придерживается версии о том Что мы всеми силами сохраним этот снег Для того, чтобы новенькому блестящему заводу Мавлеева Было на чем зарабатывать денежку Традиционно все-таки предоставили слово Рахматулину Айрату Разифовичу Министру здравоохранения Хотя, пожалуй, стоило ему на некоторое время исчезнуть Так уж много претензий к башкирской медицине Что нечего раздражать народ Но, тем не менее, Хабиров все-таки заслушал Рахматулина Он дежурным образом сообщил Что количество переболевшим ковидом в республике За три года приближается к цифре 350 тысяч Во что мы, конечно же, категорически не верим 187 человек заразилось этой болезнью на минувшей неделе Один из них, к сожалению, умер Коэффициент распространения ковид за неделю вырос на 30% А рост заболеваемости ковидом за месяц выросла аж на 70% Это много Но Рахматуллин просто констатирует факт 27 492 выезда скорой помощи По словам министра здравоохранения Случились на минувшей неделе И 94% карет скорой помощи Доезжают до своих пациентов за 20 минут Доля вызовов, обслуженных с 20-минутным доездом Составила 94,1% Ну, как хотите, так к этому относитесь Господин Рахматуллин продолжает настаивать, что 55 тысяч свободных мест для записи к врачу есть у нас каждую неделю И все вы врете про то, что к врачу записаться нельзя Но это вкратце позиция Министерства здравоохранения В дополнительном докладе господин Рахматуллин рассказывал о том, как он впереди планеты всей по строительству ФАПов Что он перевыполнил уже задание Федерального центра Что фельдшерские и акушерские пункты в Башкортостане процветают и умножатся ежедневно Правда, проскочило несколько цифр, которыми любит засыпать сознание дорогого Радио Фаритовича Рахматуллин В этих цифрах проскочили некие несоответствия И, например, то, что только 30% фельдшерских и акушерских пунктов Имеют право или имеют возможность выписывать листы нетрудоспособности Говорит о том, что либо там действительно совсем нет ни врачей, ни фельдшеров Либо там нет оборудования, либо средств связи Для того, чтобы зарегистрировать листок нетрудоспособности в общей базе В 755 ФАПах реализована возможность оформления листков нетрудоспособности И назначения лекарственных препаратов Даже Хабиров уловил вот это противоречие Как мало у нас до конца оборудованных ФАПов Рахматуллин нехотя признал то, что примерно треть этих ФАПов Вообще не имеют ни врачей, ни фельдшеров И там некому работать И туда какие-то по совместительству кто-то на несколько часов в неделю приезжает То есть ФАПы построены, либо оборудованы, а персонала нет ФАП-то ФАПом, чтобы там люди были и работали Вот эту вот историю, я так, если правильно понял Пока чуть меньше половины ФАПов в состоянии фельдшера в ФАПах В закрывательской трудоспособности, так? На сегодняшний день где-то 130 ФАПов, Радий Фарич Не имеют постоянного основного сотрудника Это или совместители, или передвижные комнаты В районах врачей и фельдшеров просто нет Это катастрофа Но Рахматуллин этого не признает Он скрывается за всякими красивыми бодренькими цифрами Меня позабавило, как Хабиров попытался сгладить эту ситуацию Поняв, что даже он теперь уже задекларировал неспособность медицины Башкирии работать в регионах Так вот, замечательную формулировку Радий Фаридович применил Я позволю себе ее процитировать дословно Мы можем себе сказать, что во всех ФАПах, где есть возможность Будут оформлять листы нетрудоспособности Вот, конец цитаты Мы можем себе сказать, что в 23-м году Во всех ФАПах Ну, по крайней мере, где техническая возможность есть Мы должны дать возможность оформления листка нетрудоспособности Так точно, Радий Фаридович, это около полутора тысяч ФАП Еще раз вдумайтесь Во-первых, мы можем самим себе сказать То есть идет некое самоуговаривание А во-вторых, Хабиров формулирует так Ну, там, где есть возможность, там будем делать То есть он даже ничего не обещает Вот это, конечно, тревожно и печально Но мы все понимаем, что состояние медицины в Башкирии На таком низком уровне и так тревожно Что слушать Рахматулина и вот этот бред Хабирова о том Что он сам себе что-то там обещает и уговаривает Конечно, не стоит рассчитывать только на собственные силы На платную медицину На возможность, если таковая имеется Лечиться где-то в более цивилизованных регионах А в Башкирии, конечно, медицина деградирует стремительным образом В этот раз Хабиров, как и Назаров в прошлый раз Решил придерживаться классической схемы оперативного совещания И далее заслушали триединый доклад о ситуации в ЖКХ на дорогах ИЧС Первая выступала исполняющая обязанности министра ЖКХ госпожа Голованова Которая сообщила, что все три крупных аварии в республике С отключением ресурсов свыше 8 часов случились в городе Уфе А еще было 8 не таких крупных, но тоже серьезных аварий И все они были тоже в Уфе За период с 31 января по 5 февраля В республике произошло три случая аварийного отключения коммунальных ресурсов С превышением допустимой продолжительности перерыва их предоставления Все три случая произошли на территории города Уфы 31 января в Советском районе для устранения технологического повреждения На подающем трубопроводе была приостановлена подача горячего водоснабжения Пяти многоквартирных домов с охватом 1670 потребителей Продолжительность отключения составила 11,5 часов 2 февраля в Кировском районе в связи с повреждением на водопроводной сети Произошло аварийное отключение холодного и горячего водоснабжения Под отключением оказалось 13 многоквартирных домов Продолжительность составила 8 часов 3 февраля в Кировском районе для устранения повреждения на водопроводной сети Была приостановлена подача холодного водоснабжения в 7 многоквартирных домах Продолжительность 10,5 часов Также в Уфе зафиксировано 8 отключений ресурсов где устранение аварии завершено в пределах нормы времени. Под отключением оказались 28 домов с охватом более 7 тысяч потребителей. Безусловно, минувшая неделя отметилась колоссальными проблемами жителей столицы республики с ресурсами ЖКХ. Я не припоминаю, и вы, наверное, тоже не припоминаете, чтобы с такой частотой и с такой географией охвата города происходили отключения аварии, разрывы то теплотрасс, то водопроводов, то отключение горячей воды, электричественного и прочих ресурсов. То есть этого мы не припоминаем, чтобы вот так катастрофично это выглядело. Причем выглядит это как-то обыденно, что это не просто вот бах и взорвалась труба, там что-то там лопнуло и все кинулись заделывать. Выглядит это так. А, здесь взорвалось, ну поехали ремонтировать. Ага, сегодня здесь, завтра там. То есть это превращается в рутину. И это еще раз подчеркивает ужасное состояние инфраструктуры, на которое давным-давно никто не обращал внимания. Всерьез не вкладывались ни деньги, ни ресурсы в это все. И вот мы теперь пожинаем плоды этой разрухи. Следующим докладчиком был министр транспорта и дорожного строительства, который нам ничего не рассказывает о дорожном строительстве. Господин Клебанов сухо зачитал справочку ГИБДД. На минувшей неделе у нас случилось 51 ДТП, 69 человек пострадало, трое погибли. Статистика за текущий год очень неплохая у Клебанова. Минус 33 ДТП, минус 87 пострадавших и минус 11 погибших. По погибшим статистика января-февраля 2023 года очень обнадеживающая. Минус 30% от прошлого года. Это очень неплохо. Будем надеяться, что господину Клебанову удастся удержать эту статистику. Хотя бы потому, что жалко погибающих людей на дорогах. Хотя, конечно, я не понимаю, почему бы таковому случиться. Потому что всерьез ничего не меняется. А то, что есть какие-то перепады статистики и случайности, это, как говорится, дело житейское. Если на дорогах сейчас царит некое затишье, то вот в области чрезвычайных ситуаций у господина Гумерова, конечно, все плохо. 96 пожаров за неделю и 6 погибших за неделю. Цифра большая для этого показателя. С начала года в пожарах в Башкирии сгорело 45 человек насмерть. Вдвое больше, чем погибло в ДТП. Это действительно аномалия. Люди горят. Судя по всему, есть проблемы с отоплением и прочими вещами. То есть, это всегда прямое следствие, когда начинаются проблемы с отоплением. Люди начинают использовать всякие кустарные и нестандартные способы обогрева. Как итог пожара и гибель. Вдвое больше погибших в пожарах, чем в ДТП. На прошедшей неделе произошло 96 техногенных пожаров, при которых спасены 26 человек. К сожалению, еще шестерых спасти не удалось. Гумеров, между тем, совершенно безмятежно продолжает утверждать, что главной панацеей от всех бед в области чрезвычайных ситуаций являются пожарные извещатели, которые уже сотнями тысяч он закупает и размещает в домах в Республике Башкортостан. Я не спорю, что действительно пожарный извещатель, наверное, когда-нибудь и в какой-то ситуации может помочь, там, известить, разбудить людей в задымленном помещении и предотвратить гибель. Но считать, что это единственная панацея и все ресурсы бросать на то, чтобы вот этими пожарными извещателями облепить все избушки во всех дальних регионах Республики, конечно, было бы наивно. Кроме всего прочего, чрезвычайная настойчивость господина Гумерова лично в деле приобретения и распространения этих извещателей, конечно, слегка настораживает на общем фоне коррумпированности чиновников в России, в Башкирии в частности. Четвертым докладчиком оперативного совещания был министр строительства родин Егор Владимирович. Ну, собственно, он исполняющий обязанности все еще, потому что его предшественник, господин Кучербаев, все еще находится под судом и судьба его совершенно неизвестна. А Егор Владимирович у нас хронические исполняющие обязанности. Но это не помешало ему уже попасть, как говорится, в жернова истории и обстоятельств. Минувший август Хабиров грозился уволить родина с его должности, если он не достроит школу в Старом Сибае. Школу в Старом Сибае не достроили, но тем не менее родин все еще сидит на своем кресле. Но с прошлого августа, довольно долго и давно, Егора Владимировича на оперативных совещаниях не было. Отсиживался и затихарился. И вот теперь Егор Владимирович на арене цирка и зачитывает нам доклад об итогах работы строительного комплекса Республики Башкортостан в 2022 году и планах перспективах на 2023 год. Егор Владимирович весь свой доклад зачитал в абсолютно мажорном тоне, потому что ради Фаритовичу по-другому нельзя, потому что ради Фаритовичу может стать плохо. Сообщил нам Егор Владимирович о том, что с 2020 года в Республике Башкортостан стабильный рост объемов строительства. А 2022 год был лучшим в истории Республики Башкортостан и было введено более 3 миллионов квадратных метров жилья. Ну, собственно, мы это уже все 10 раз слышали. По мнению Егора Родина, 110 тысяч семей улучшили жилищные условия. При этом, внимание, было введено 40 тысяч квартир. Уважаемый Владимирович, уважаемые участники совещания. Начиная с 2020 года, строительная отрасль для Республики показывает стабильный рост. По темпам жилищного строительства 2022 год стал лучшим в истории Республики. Была преодолена планка в 3 миллиона квадратных метров введенного жилья. Это позволило улучшить жилищные условия более чем 110 тысячам семей. За счет всех источников финансирования введено в действие порядка 40 тысяч квартир, площадью 3 миллиона 63 тысячи квадратных метров. Это на 5,4 процента выше показателя 2021 года. Ну, как-то странно это все не бьется. Квартир примерно в 3 раза меньше, чем счастливых семей, которые улучшили свои жилищные условия. Ну, возможно, люди же там что-то на что-то поменяли, но циферки, конечно, не бились. Тем не менее, Родина утверждает, что Республика Башкортостан занимает второе место в ПФО по строительству и седьмое место по Российской Федерации по вводу жилья. Впереди всех в Башкортостане Бирской и Туймазы, где ввод жилья вырос аж в 2 раза, стерилитамак и салават, рост жилья в 1,7 раза. В общем, все прекрасно. Остановился Егор Родин и на проблеме обманутых дольщиков. Он привел нам любопытную статистику, что в 2019 году была решена проблема 14 объектов, в 2020 году 8 объектов, в 2021 году 16 объектов, в 2022 году 17 объектов. И всего за перечисленные 4 года 55 объектов долевого строительства, где были проблемы, были решены. А вот осталось, внимание, 39. То есть за 4 года 55. А остались 39. И что-то мне подсказывает, что эти 39 наиболее проблемные. Далее завершить мероприятие по восстановлению прав граждан участников долевого строительства, то есть окончательно закрыть вопрос обманутых дольщиков, восстановив права более 2600 граждан, решив вопрос по 39 проблемным объектам. До окончания процесса решения проблемы обманутых дольщиков остается 10 месяцев. То есть за 10 месяцев Родин и Хабиров должны решить проблемы 39 объектов долевого строительства, при том, что за минувшие 4 года они кое-как осилили 55. Согласитесь, счет не в их пользу. Путин отвел срок до конца 2023 года, и тут вам никак с ДТП. Тут все будет значительно строже и дотошнее. И вообще почему-то Родин отчитывался вовсе не за 22-й год, как было анонсировано, а за 4 года, потому что, видимо, цифры 22-го года, несмотря на рекорд объемов строительства, не были столь убедительны и помпезны, чтобы вернуть расположение дорогого Радио Фаритовича. Планы Родина на 23-й год, Родина и Родины не менее помпезные. Он планирует ввести еще 3 миллиона квадратных метров жилья, завершить программу расселения ветхого жилья, полностью решить проблему обманутых дольщиков. А это Родин пообещал нам еще раз. Ну и, собственно, важно понимать, что все вот эти бравурные цифры и доклады, которые были приведены по части объемов ввода жилья, зиждется на том, что 60% вот этих вот квадратных метров из 3 миллионов граждане построили сами, своими руками, без усилий и без всевозможной помощи и содействия господина Родина или господина Хабирова. То есть, на самом деле, 60% в этом объеме – это индивидуальное жилищное строительство. Так что, ну, понятно, что привычка наших чиновников приписывать себе все, что угодно, все, что плохо лежит, все, что не прикручено и блестит на солнце – это все уже давно известно. Но здесь, конечно, масштабы колоссальные. То есть, 60% жилья – это жилье ИЖС. Так что, ну, на самом деле, как говорится, делим пополам. Хабиров, выслушав Родину, остался доволен. Буквально и дословно он сказал так – проблем нет. Есть 5-6 проблемных объектов. Вот буквально так Хабиров охарактеризовал нашу строительную отрасль. Я говорю, вот если бы еще не было проблемы там 5-6 объектов, которые мы затянули, вот та же Енорсовская школа, сколько я там ругался, та же там перенос Маймакской поликлиники и так далее, вот 5-6 объектов, если бы еще смогли, ну, дорешать, было бы хорошо. А далее, как в том бессмертном фильме, заслушали начальника транспортного цеха. А именно, Хабиров вызвал опять на сцену господина Колебанова и попросил его порадовать докладом о снижении смертности в ДТП по итогам 22-го года. Он называется «О снижении уровня смертности населения Республики Башкорстан в результате дорожно-транспортных происшествий по итогам 2022-го года». Это так назывался доклад. Обращаю внимание на формулировку «о снижении», а не и не уровня, и не об уровне, а вот о снижении. Хабиров инстинктивно повсюду отыскивает себе достижения, при том, что именно вот в этом вопросе его собственное поручение не допустить смертности свыше 400 человек было не выполнено в прошлом году. Но, тем не менее, даже вот эта фиаско Хабиров решит превратить в некий успех, в некое достижение. Колебанов отчитался о том, что в 2022 году произошло 3441 ДТП, в которых пострадало 4221 человек, и погибло, внимание, 409 человек. Напомню, Хабиров строго и категорически поручил своим подчиненным не допустить перейти планку в 400, но она была переедена. Статистически, по отношению к 2021 году, в 2022 году было снижение по всем показателям. 424 ДТП минус, 525 пострадавших минус и 74 погибших минус. Действительно, в 2021 году погибших было 483 человека. То есть, минус 74. 424. Существенное снижение тут, как говорится, есть. На федеральных дорогах люди практически перестали гибнуть. У нас в прошлом году погибших был 61 человек, и это снижение на 48%. А вот региональные и местные дороги похвастаться подобным результатом не могут. Именно там погибла основная часть погибших, и снижение, например, на местных дорогах составляет всего лишь статистически 1,5%. Клебанов видит решением проблемы исключительно покупку и установку комплексов фото-видео фиксации. В 2023 году для ликвидации ДТП запланированы следующие мероприятия. Приобретение 43 передвижных комплексов автоматической фото-видео фиксации, ввод в эксплуатацию комплексов на 41-м перекрестке города Уфа, перед дислокацией имеющихся стационарных комплексов автоматической фото-видео фиксации на новообразующиеся места концентрации ДТП, установка 30 муляжей камер фото-видео фиксации. Ни о чем другом они на самом деле думать не могут. Всего по республике Башкортостан установлено 1764 комплексов фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения, которые в круглосуточном режиме пополняют казну и карманы концессионеров. Почему я говорю о том, что зарабатывает на этом не только государство, а потому что сам Клебанов нам об этом сообщил. Вот послушайте интересные цифры. Господин Клебанов заявляет, что за 2022 год при помощи комплексов фото-видео фиксации было выписано 5 миллионов 100 тысяч штрафов на общую сумму 2 миллиарда рублей. При этом 200 миллионов рублей до казны не дошли и осели в каких-то карманах. Потому что, как утверждает тот же самый господин Клебанов, до дорожного фонда, куда поступают штрафы от ПДД, до дорожного фонда дошел лишь миллиард 800 миллионов. То есть по дороге 200 миллионов где-то упало. Ну, то, что вот эти комплексы фото-видео фиксации являются источниками дохода не только для казны, мы давно слышали, но теперь господин Клебанов рассказал нам и, как говорится, всю арифметику этого процесса. Чувствовалось, что господин Клебанов явно отрабатывает номер. Ну, невнятная речь, потеря падежей, поверхностность содержания доклада говорила, в общем-то, о том, что вовсе не о безопасности людей пекутся эти товарищи, а о все той же самой пресловутой кассе. Особенно примечательно было, что Хабиров подытожил доклад Клебанова вполне себе компрометирующим заявлением о том, что считает теперь полковника Севастьянова, который тоже присутствовал в зале, своим надежным партнером. Очевидно, что при прочих равных полковник Севастьянов оказался более удобным, чем полковник Гельмудинов. И, в общем-то, господин Севастьянов теперь не рискует получить совет где-нибудь застрелиться за углом, а стал надежным партнером ради Фаритовича. Вообще, интересный у него список партнеров. Черкизова, полковник ГИБДД. Характерная компания. Примечательно, что выступающие по вопросам безопасности движения и смертности на дорогах ни словом не обмолвились о том, что ранее ГИБДД постоянно фиксировало причиной ДТП ненадлежащее состояние полотна дорог. Причем до господина Севастьянова при Гельмудинове эта причина была подавляющей. То есть колейность, выбоины, разрушенность дорожного полотна действительно часто и в массе своей является причиной аварии. Машину выбрасывает навстречку, машина едет по нечищенной дороге и так далее, случаются ДТП. Сейчас крайне редко эта причина указывается. Видимо, тем самым господин Севастьянов снискал себе титул партнера ради Хабирова. Но достаточно проехать по проспекту Октября в Уфе, например, на участке от Шафиева и далее в сторону Горсовета и вы увидите, что сейчас в асфальте колея такая, что автомобиль любой из нее выбрасывает. Причем произвольно влево или вправо. Вам повезет, если вправо, вы всего лишь ударитесь в бок какого-нибудь автобуса Башавтотранса. Если вас выбросит влево из этой колеи, то вы рискуете попасть навстречку и лобовое столкновение. Все это теперь, в общем-то, опускается, это не обсуждается. Теперь мы говорим про то, что фотоаппарат, автоматически фиксирующий превышение скорости километров на 12, это главная панацея от всех дорожно-транспортных происшествий, а состояние покрытия дорожного полотна не имеет никакого значения. Вот, собственно, вся машинерия этой государственной демагогии, когда в основном виновными в ДТП являются теперь граждане, то есть и это открыто заявляется, что вы сами себя убиваете на дорогах, а мы здесь ни при чем, и, пожалуйста, не спрашивайте нас, куда делись эти бесчисленные миллиарды, которые тратятся на ремонт дорог.